Это совместная поставка помощи для 28-й механизированной нашей бригады одесской, которая сейчас находится в широком лане и готовится выдвинуться для осуществления ротации и замены своих боевых товарищей, которые как раз поедут, насколько мы владеем информацией, они поедут, чтобы сменить своих боевых товарищей, которые находятся в зоне боевых действий. Поэтому наша задача была с тем, чтобы ребята поехали максимально укомплектованными, экипированными. Нам связались мы с руководством части, с боевыми офицерами, нам дали перечень как технических вопросов, связанные с запчастями к автомобилям, военным ГАЗ-66 и другим. И также вопросы, связанные с осенним периодом. Это зима идет, в смысле, мы говорим не зима, а холод. Поэтому резиновые сапоги, дождевые плащи, карематы, на которых спать, весь мешки, что-то из теплого такого обмундирования. То есть вот собрались такие вещи. Кто собирал эти вещи и все, что там внутри? Мы говорим основу. Основ это была наша организация. Это спортсмены, это Одесский рэкбийный союз, скажем так, которые выступили одними из инициаторов. Это ребята, которые помогают, мои друзья, которые помогают спорту. И в том числе понимают, что в такое тяжелое время нельзя оставаться в стороне. Я хотел бы сказать, что мы также входим в объединение горожан «Большая Одесса». Есть такая организация «Большая». И совместно с ними мы такую акцию проводим. Это покупка бронированного реанимобиля для 28-й бригады. Наверняка вы слышали, это было в средствах массовой информации. Вот уже почти месяц назад мы добились разрешения от Министерства обороны сделать такой автомобиль. Стоимость этого автомобиля порядка миллиона гривен. Мы уже отдали половину этих денег и уже собрали в общей сложности порядка 700 тысяч гривен. Пожертвования? Где деньги? Да, это в основном индивидуальное пожертвование. Это коллеги, люди, входящие, повторюсь, в состав этой организации. На сайте нашей общественной организации, это, как я уже говорил, «Большая Одесса». Есть и страничка в Фейсбуке, есть и информация на сайте. Можно посмотреть, там есть указанные счета. И повторять, где-то через две недели нам уже груз будет готов. Мы поедем в Николаев на завод танковый и будем забирать эту продукцию. Поэтому время есть, у кого есть возможность, у кого есть желание. Мы просим присоединиться тоже к этому вопросу. Мы знаем, что на широком лане там какая-то проблема сейчас с водой. Вот буквально, то есть везем то, что сейчас достали. И нашлись друзья, которые готовы передать 20 тонн воды. Благодаря горсовету мы решили вопрос с транспортом. То есть Олег Владимирович Итнарович помогает нам. То есть и завтра отправится еще большая фура, полностью набитая водой. Проблемы с водой у них? Да, да, да. Там какой-то договор закончен. Ну, то есть та вода, которая там со скважины, она как бы не питьевая. Сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует...